Здорово! Всем пицухи, с вами Калис Фэмили и сегодня я вам расскажу всю правду о питании. Поехали! Все вы наверняка знаете, что на тренировках мы лишь разрушаем свои мышцы, растут же они во время становления вне тренажерного сада. Для этого немаловажную роль играет питание. Организм должен получать все необходимые питательные вещества в необходимых количествах. И не стоит делать акцент на белках, самое важное здесь это количество калорий. Да-да, именно калорий, не белков. Если выискать информацию на просторах интернета, можно наткнуться на цифры, что организму человека необходимо 2, 3, а то и 4 грамма белка на килограмм веса. Это очень большие цифры, надуманные продавцами спортивного питания с целью повышения продаж и привлечения клиентов на свою продукцию. На самом деле организм человека достаточно полтора, максимум 2 грамма белка на килограмм веса тела. При этом не надо учитывать жировую массу, так как жир в организме человека не требует ничего для своего исследования деятельности. Поэтому, например, если я вьюшу в районе 80 килограмм, я ограничу свое потребление со 20 граммом белка максимумом. Стараюсь больше не есть. Итак, еще один вид касательно белков, это то, что за раз может усвоиться максимум 25-30 грамм белка. На самом деле нет. Можно съедать все и за раз, но это очень все-таки большая нагрузка для организма. Поэтому желательно дробить количество белков в течение дня хотя бы на 3 приема пищи. Я стараюсь делать 4-5 приемов пищи в течение своего дня. Вы смотрите по своему ощущению, по своему времени и к своему удобству потребления пищи в течение дня. Первое, с чего стоит начать, если вы решили доняться питанием, это скачать приложение для подсчета своих потребляемых калорий. Я вам предлагаю использовать вот это или вот это приложение для подсчета калорий. Они оба хорошие, оба показывают и калории, и белки, и жиры, и углеводы. Итак, скачет предложение, рассчитаем, собственно, дневную норму калорий. Я не располагаю ровно на количественном времени, думаю, как это будет. Поэтому я предпочитаю исследовать какие-то заумные формулы. Я это считаю для себя очень просто. Килограмм массы тела умножаем на 30. Получаем, к примеру, необходимую дневную норму калорий для поддержания веса. То есть, если я вешу приблизительно 80 кг, то мне для поддержания моего веса нужно 80 умножить на 30-2400 калорий в день. При этом я не буду ни худеть, ни набирать вес. Итак, с калориями мы разобрались, а теперь просто поговорим о их составляющих, БЖУ, а именно белки, жиры и углеводы. Белки – это строительный материал для мышц. Углеводы – это энергия для строительства мышц. И жиры – это материал для образования гормонов в теле человека. Все они очень важны. И если вы где-то видите диету, в которой написано, что следует резать жиры в ноль, это огромная ошибка. Давайте рассмотрим БЖУ на примере атлета веса 80 кг, у которого, как вы помните, дневная норма потребления калорий – 2400. Белки. Как я уже говорил, 1,5-2 грамма на килограмм веса. То есть, наш атлет должен потреблять от 120 до 160 грамм белка. Возьмем среднюю цифру, например, 140. 1 грамм белка несет 4 калории. То есть, если нам нужно употреблять 140 грамм белка, значит, мы получим 560 калорий из белков. Жиры надо употреблять в приблизительной соотношении 1 грамм жира на 1 кг веса тела атлет. То есть, для нашего атлета нужно 80 грамм жира, то есть 720 калорий. Так как 1 грамм жира несет 9 калорий для организма. Вычтем наши полученные белки и жиры из общей дневной нормы. Получается 1200 калорий. Это остаток на углеводы. 1 грамм углеводов несет 4 калории, так же, как и белки. Следовательно, нашему атлету нужно употреблять 300 грамм углеводов. И не стоит забывать о взаимосвязи. Жир равно тецетерону. Исключение животных триглицеридов, то есть жиров, из рациона спортсмена, неизбежно ведет к снижению мужского половного гормона тецетерона, что негативно сказывается на наборе мышечной массы. На 90% питайтесь натуральными и цельными продуктами. Многие начинают есть мясо килограммами, пить сладкогазированную воду, заказывать картошку фриз с семгой и сыром, так как они на массе. Будьте умнее. Вы взрослый человек и должны нести ответственность за свое здоровье. Не нужно пить газировку, потому что вам не нравится вкус обычной воды. Так делают маленькие дети. На оставшиеся 10% вы можете съесть то, что вы хотите. Пусть это будет горсочек конфет, кусок пиццы. Но главную часть вашего рациона должны составлять здоровый, правильный продукт. Нужно ли вам спортивное питание? Однозначно нет. В любом случае, для людей весом до 80 кг нет никаких трудностей, чтобы съесть необходимые 160 г белка или же 300-400 г углеводов. Единственная польза продвинулых коктейлей в том, что они удобны и выпускаются в обезжиренной форме. О других же видах спортивного питания мы поговорим в следующих видео. Можно ли пропускать завтрак? Да. Если вы с утра не головны, не ешьте, съедите попозже. Но помните, что вам необходимо съесть сзади необходимую для вас норму калорий. Я встаю в 6 утра, мой запах начинается в 9. Но при этом я стараюсь распределить калории по дню так, чтобы успеть их съесть сзади. Итак, друзья, давайте подведем итоги. И вот несколько быстрых советиков набор у вас. Первое. Уменьшите карбиногрузки. Второе. Обильно пейте живость во время тренировки в течение дня. Третье. Не предупрегайте приемом пищи после тренировки. Четвертое. Следите за своим жилом. Пятое. Не голодайте. Шестое. Съешьте небольшое количество 25-50 г галлеводов перед тренировкой. Седьмое. Уменьшите количество повторов в упражнении до 12. Восьмое. Не забывайте съедать свою дневную норму калорий. Девятое. Ешьте как правильные продукты. Десятое. Введите дисциплину во всей сфере своей жизни. Итак, друзья. На этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Следующее ждите в воскресенье вечером. Переходите по ссылке в описании. Там вас ждет маленький, но очень приятный подарок. Жмите лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, если вы хотите получить уведомления о новых. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok